Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край. На месте этих косогоров вблизи деревни Большая Таиба когда-то располагалась резиденция Баскаков. Во время раскопок здесь нашли множество ценных предметов, каменные топоры, кинжалы, монеты. Сейчас многие находки хранятся в музеях Чебоксары, даже Эрмитаже. В 10-13 веках этот край входил в состав Волжской Булгарии. Но из-за частых нападений Золотой Орды люди были вынуждены переселиться в дремучие леса. Брошенные земли надолго превратились в дикое поле. Символы герба Яльчикского района указывают на то, что территория муниципалитета была заселена еще в глубокой древности, и большинство жителей занимались земледелием. На нем изображена скачущая на коне всадница, которая держит в руках венок из золотых колосьев. Внизу размещен треугольный бастион. С окружающей деревень привозили сюда дарь. И вот она здесь хранилась, пока собиралась, а потом отвозилась в столицу Золотой Орды. Городиша была довольно большая, занимала более 25 гитаров. На этих местах еще до Булгар жили местные племена, скорее всего, финогры. Четыре больших экспедиции было, но еще много тут нужно изучать. Рассказать о всех достопримечательностях района невозможно, настолько их много. Самые лучшие выбирали с помощью жителей муниципалитета. Здесь составили свой список семи местных чудес. Первое место в народном рейтинге занял бы Дыряковский родник. Он был сооружен больше века назад жителями трех соседних деревень. Те, кто уже побывал в этом месте, говорят, что из родника бьет прозрачная и чистая вода. А церковь воздвижения креста Господня из села Новая Тинчурина недавно получила статус объекта культурного наследия региона. Храм был возведен в конце 19 века и сохранился в первозданном виде. В этом году, в сентябре, будет 140 лет. Это и во время гонений, во время революции этот храм не закрывался. Это благодаря населению. Они сохранили лето, не дали, разрушили это все. Но нынче к этому храму тянутся все, и старики, и молодежь. Вселилось, что иба службы долгое время проводили в небольшом молитвенном доме. А шесть лет назад здесь заложили фундамент новой церкви. Здесь уже установили купола и колокольню, завершаются отделочные работы об устройстве иконостаса. Строить храм помогают жители окрестных деревень и меценаты. Они преподносят в дар и старинные иконы. Это икона. Как бы мне передали с коноша. Старинные очень иконы. Мы хотим реставрировать. Строится храма, вместе с ним развивается приходская жизнь. Недавно в селе Лачтаеба открылась воскресная школа. Ее воспитанники изучают православную культуру и активно участвуют в конференциях. Первый храм здесь был построен в 1840 году, разрушен в 1940 году, ровно сто лет спустя. Как мы начали строить храм, как бы вот опять этот храм собрал людей. Возрождением этого храма мы еще возрождаемся, проводим мероприятия, спортивные еще, церковные праздники. Яльчикский район славится своими земляками. Здесь родился писатель, публицист и основатель этнопедагогики Геннадий Никандрович Волков. В школе, где учился академик, установили бюст и открыли музей. Здесь хранятся его научные труды, фотографии и личные вещи. Мы находимся в зале, который посвящен семье Волковым. Геннадий Никандрович Волков был великим человеком, философом, психологом, публицистом и учителем с большой буквы. Он родился 31 октября 1927 году в селе Большие Яльчики. Здесь находятся его документы, телеграммы. Вот его чернильница, лампа. В честь Геннадия Никандровича Волкова в нашей школе устраиваются разные конкурсы. Дети постоянно в них принимают участие. И я сама лично принимаю в этом участие. Жители района чтят имя и другого земляка Арделеона Игнатьева. Именно здесь Рослегкоатлеты делал первые шаги в спорте. В 1956 году он стал первым жителем Чувашии, завоевавшим призовое место на Олимпиаде. Достичь его высот – мечта любого мальчишки. Условия для занятий спортом в районе создали. Большой популярностью в Яльчиках пользуется физкультурно-оздоровительный комплекс. В спортивных секциях воспитывают будущих чемпионов. Мы гордимся своими чемпионами-земляками и тоже пытаемся достичь таких же результатов. Я неоднократно был призером первенства России. Был в составе сборной России 2015 года. Я неоднократно становился, конечно, победителем района по легкой атлетике на длинной дистанции. Неоднократный победитель района по баскетболу, футболу, волейболу. Одаренных детей в Яльчиках обучают талантливые педагоги. В районе проживает и народный учитель Советского Союза Петр Чернов. Такого звания в республике не присуждали больше никому. Он работал в школе села Яльчики преподавателем математики и физики, а после стал и ее директором. Когда назначили в 1966 году меня директором, в первую очередь я начал свою работу с благоустройства. Перевели на центральное отопление, постепенно здание. Потом дополнительные здания построили. Учащих было очень много. У нас более тысячи учащих сейчас занимались в этой школе. Построили дополнительно пристрой, спортзал, библиотеку, читальный зал и так далее. Столовую построили и намного лучше стало. В Яльчиках родились 9 героев социалистического труда. Большинство из них работали в хозяйстве Победа. Оно и сейчас занимает лидирующие места по многим показателям. Каждый год здесь реализуют порядка 2000 тонн молока. Руководитель говорит, весь секрет в корме. Для буренок в хозяйстве выращивают кукурузу. В республике самый высокий удой. У нас уже 5 лет тому назад было за 7 литров, за 7 тысяч перевалило у нас. Всегда готовы работать для района, для людей, для колхозников. На следующий год мы хотим построить на 400 голов еще новую ферму. Начинаем, хотим построить. Вот, стремимся, смотрим вперед. В структуре агробизнеса района важное место занимает картофель. Специалисты одной из агрофирм возвели современное хранилище. Оно может вместить более 4000 тонн. Комплекс оборудован новейшими системами. Микроклимат внутри складов настраивает компьютер. Обычно стремленные картофели убираем в августе месяце. А погода стоит, в это время жаркая погода стоит, 29-24 градуса. По условиям хранения, уже нам температуру, мы должны снизить температуру продукта до 14 градусов. Из-за того, что мы углубились под землю, мы можем достичь определенного понижения температуры. Вообще в районе не осталось ни одного неосвоенного гектара земли. За последние годы здесь увеличилось количество личных подсобных хозяйств. Фермерским делом занялась и семья Косночеевых. На своем участке они разводят страусов. Хозяева говорят, что начинать было непросто, но дела быстро пошли в гору. Птицы неприхотливы в еде. Летом их кормят травой и овощами, а зимой – сеном. Уже вот яйца продаем, это чувствуется, в прошлом году продавали, потому что в первом году они мало яиц носят, где-то 7-6 штук, а уже нынче думаем, что побольше будет. Перья вон собираю я, перья тоже знакомые берут, вот, там выстирают и вазу там ставят, интересно занимаются. Вот такие пустые скорлупки, яичные скорлупки тоже украшают. В бизнесе преуспела и семья Печковых. 16 лет назад они создали хозяйство по разведению уток и гусей. Поначалу птиц приходилось держать в сараях, недавно возвели большой ангар. Он оборудован специальными кормораздатчиками, системой вентиляции. Птицу у Печковых приобретают жители других регионов. Привозили сперва по 100 голов, по 500, потом по 1000, потом по 3. Сперва возили утят из Ставрополя, там это, у них хорошие породы крупные, стар 53. Гуси берем в Севильске суточные, линдовской породы. Так подращиваем, продаем, до трех недель подращиваем. Необычный продукт производят на предприятии «Промсервис». Крахмала, содержащие реагенты, необходимы предприятиям нефтяной и газовой промышленности. Продукцию поставляют в регионы со сложными геологическими условиями. Специалисты завода разрабатывают и новые виды реагентов. Конкурентов у этого предприятия в республике нет. Хотя начинать было непросто. Производство открыли на месте пустующих складов. Да мы родились здесь, и у нас была старая традиция, то есть младший остается дома. То есть куда-то надо было приложить свои здания. На стадии сейчас внедрения крахмальные клеи, обойные. Клеи для стеклообоев, клеи для минерально-ватных плит. Мы отгружаем и Дальний Восток, Иркутск, и на север, Нефтьюганск, Новую Верунгой. Развитие сельского туризма в Яльчиках связывают с русской охотой. Возродить утраченные традиции намерены на базе отдыха волчья логово. Здесь разводят кабанов, борзых собак и даже волков. Слава о племенном питомнике разлетелась далеко за пределы республики. Скучать гостям здесь не дают. Для туристов проводят турниры по охотничьему биатлону. В будущем на территории базы отдыха намерены открыть зоопарк, в котором будут содержаться олени, павлины, белки и дикие звери. У первенца питомника волка по кличке Кожаман уже появилось потомство. Для маленьких волчат возводят отдельный вольер. Все полную семью хочется держать и рассказать. Про одного волка или про самца, про самку, так коротко можно сказать. А когда вся семья содержится, много рассказать можно. Ну, все систематико, все морфологи можно сказать. Как они живут, как они ухаживают, как мать учат. Ну, волк для меня особенный зверь. Он как, можно символами сделать. Первый символ деревни у нас – это деревня Волк. Символ свободы, преданности, отваги, силы. Отдохнуть от городской суеты можно и в этом живописном месте, неподалеку от деревни Метиво. В лесном массиве на берегу пруда для туристов обустроили пляж, уютные гостевые дома, лодочную станцию и баню. Здесь место хорошее, смотрите, вон. Собственно, мы сами это посадили своими руками. Они говорят, что приезжают, они говорят, что Туваши – это хорошее место. С большой любовью создавала свой музей старины семья Казаковых из деревни Избахтина. Он располагается прямо во дворе их дома. Экспонаты, предметы быта из прошлого – кувшины, самовары, утюги. Коллекцию супругам помогают пополнять односельчане. Вот эти вещи мы собрали, что вы со временем не забыли про нас, как мы работали раньше, в старые времена. Сейчас это забывается все. Мы гордимся таким музеем, что есть у нас такие люди, что они стараются сохранить старые традиции. Мастер народных промыслов Борис Пятаков тоже увлекается стариной. На протяжении многих лет вместе с учениками он изготавливает музыкальные инструменты из дерева. Барабаны, трещотки, бубны, чанки – всего более 15 видов. На них играют и артисты районных ансамблей. Я вот, можно сказать, с детства с этим делом занимаюсь. Не только с этим, а резьба по дереву, скажем, там, плотничные работы. И вот начал заниматься, и сейчас хочется, как говорят. В основном, кто-то закажет для туши. От прошлого к настоящему. В Яльчиках следят за состоянием дорог. Недавно завершили программу капитального ремонта домов и построили новый детский сад. В деревне Тоскаева скоро будет открыт новый культурно-досуговый центр. А в нем современная аппаратура, зрительный зал сможет вместить более 100 человек. В прошлом году уже 6 ФАПов построили. В этом году поставили еще одну ФАП построить. Вот садик построили. Очередно снимается у нас все. Во всех деревнях уже асфальтирована дорога, асфальтицировали полностью стопроцентно. По мнению главы администрации района Николая Милина, муниципалитет можно сравнить с одной большой дружной семьей. В ней вместе работают, вместе отдыхают, вместе решают общие проблемы. В такой гостеприимный дом всегда приезжаешь с удовольствием.